Верхневожи участились случаи мошенничества. По данным статистики прокуратуры Тверской области, мошенничество составляет более 18% от всех преступлений. Мошенники, например, посредством мобильного или городского телефона, выманивают деньги. Практически в большинстве случаев остаются безнаказанными. Впрочем, этими способами нечистые на руку элементы не ограничиваются и изобретают все более изощренные способы. Как обезопасить себя от этого, расскажем в следующем репортаже. Телефон и доступ в интернет сейчас есть практически у каждого. А мошенники не упускают возможности провернуть аферу и обманом снять со счета все накопленные сбережения. В наше время высоких технологий можно отследить, откуда было отправлено СМС-сообщение или был сделан звонок с большой точностью, и мошенники об этом знают. Поэтому этот вид телефонного мошенничества широко распространяется в местах скопления большого количества людей, где выяснить, кто именно отправил СМС или сделал звонок, просто невозможно. Мы решили узнать у тверичан, с какими видами мошенничества они сталкивались. Звонили, что якобы там карту взломали, просили там код назвать туда-сюда, но сразу было понятно, что это мошенники, потому что мы карты даже не пользовались никогда. И я говорю, ой, свидание. И как бы они... Мы не мошенники, мы не мошенники. Я говорю, ну мы же карты не пользуемся. Они так коды там всякие спрашивали, и все. И бросали трубку. Маму Майю пытались развести. Каким образом? Письма присылали. Она из СПУГу позвонила по номеру, что кредит якобы не выплачен, что задолженность большая. Позвонила, и в итоге начали потом звонить на номер, требовать, угрожать. Вот в таком варианте было. И как поступили в такой ситуации? В прокуратуру написали. Сказали, что они тоже напишут в прокуратуру. В итоге все сошло на нет. Письма стали игнорироваться нами. И все так, в принципе, и прекратилось. Звонили, говорили, что типа там с вашего банковского счета сняли такую-то сумму. Но я знаю, что у меня крупных сумм на карте не бывает, и поэтому я не верю. И все. И говорят, что там родные пострадали, переведите сумму. Но это я все не верю. На меня один раз кредит оформили, который я не брала. Я отбилась от кредита, но мошенников не наказали. Получилось так, что с карты списали деньги. Пришлось обратиться в Сбербанк. Написали заявление. И в течение какого-то времени вернули полную стоимость. Как мы видим, мошенники используют самые разнообразные схемы для обмана людей. И с каждым разом они становятся все изобретательней. Но что же побуждает человека идти на поводу, казалось бы, очевидной схемы. Главная задача аферистов – вызвать у человека страх и панику. В таком состоянии человек бездумно выполняет условия, диктуемые мошенником. И теряет накопленные деньги в считанные секунды. Как действовать в подобных ситуациях, рассказал врач-психотерапевт Юрий Рыльский. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что от вас требуют срочно и быстро предоставить некую информацию, то первое, что вы можете сделать, это взять паузу. Остановиться, сказать, что вы перезвоните, что вы уточните, что вы там свяжетесь с вашим банком и так далее. То есть вот вас застали врасплох и требуют срочно принятия решения. Вот этого достаточно, чтобы вы выключились и начали подчиняться требованиям мошенников. Страх толкает человека на необдуманные поступки. И в подобной ситуации может оказаться каждый. Эксперты выделяют три основных правила, благодаря которым можно вовремя сориентироваться в ситуации и принять верное решение. Первым делом необходимо прервать контакт с мошенниками. Это поможет абстрагироваться от шокирующей информации. Далее проанализировать полученную информацию и затем здраво оценить ситуацию и осознанно принять то или иное решение. Такая последовательность поможет распознать обман со стороны мошенников и сохранить накопленные средства.